Приветствую вас. Есть у меня такое чувство от вашего текста, что вы очень несвободны. Есть у меня такое чувство от вашего текста, что вы очень зависимы. Если у меня такое чувство от вашего текста, что ничего вы не хотите делать, это вам все в тягость. Если у меня такое чувство, что вам хочется от всего убежать, скрыться. Если у меня такое чувство, что ни один из своих интересов, что-то интересное действительно вам, не достоин, по вашему мнению, именно вот по вашему мнению не достоин. Внимание! Ни один из ваших интересов, по вашему мнению, не достоин того, чтобы с ним, например, считаться, чтобы его, к примеру, уважать, чтобы вы могли сказать «Да, да, я этого хочу», «Да, мне этого нужно». Нет такого. Нет такого. Это, наверное, самая большая проблема. Дальше. Компенсировать нехватку интересной кампании. Пишите вы. Как сказать? Ориентироваться здесь, в этом смысле, нужно больше на себя, а не на других, скорее. Очень часто откладывают дела, пишите вы. Здесь тоже очень важный момент. А если вы откладываете дела часто, то, может быть, вам не нужно это. Просто. Если вы дела откладываете на потом. Насколько вы считаете ценным, важным для себя делать какие-то вещи, которые вы, к примеру, делаете? Дальше. Как правило, запал заканчивается очень быстро. Правильно, потому что нет четкого понимания того, почему я это делаю. Очень сложно и скучно все делать с мамой, потому что вам это не нужно. А что нужно? Например, мне надо пойти и прикупить одежду. Одежды нормальной нет, надо выкупить, но не хочется. То есть, что значит нормальной одежды нет? А какая одежда нормальная? Если нет нормальной одежды, купите ее там, где есть нормальная одежда. Как мне кажется, можно заказать в интернете через перекупщиков и так далее. То есть, это можно решить, что есть нормальная одежда. Надо бы купить, но не хочется. Что значит надо бы? Почему надо покупать, если не хочется? То есть, знаете, вот здесь ваша ответственность, да, вот ответственность, которую вы несете за себя сами, она выглядит как очень сильно вам в тягость. Дальше. Так, например, так, работаю пять дней в неделю и устаю. Слушайте, ну, если вы чувствуете прямо усталость от работы, то совершенно очевидно, что такая работа вам, наверное, не нужна. Для чего вы работаете? Насколько вы реализуетесь, раскрываетесь через свою работу? С девочкой не получается туда пойти, она обижается, когда я говорю, что выбор плохой или мне не нравится что-то. Ну, значит, отношения с девочкой вы выстраиваете не совсем доверительные, не совсем искренние и так далее. В итоге мы больше играем с ее прихотями. Да, если вы, грубо говоря, покупаетесь на манипуляцию ее, пускай и неосознанную. Возникает вопрос. Какова это, какова цель? Этого. Вот этого цель какая? Дальше. Так. С друзьями надо договариваться наперед. Это нормально. Или взять, когда время освободится. Тоже нормально. Плюс мне очень-то неинтересно ходить за вещами. Да зачем вы ходите? Зачем вы ходите тогда? Вся цепочка сложна негатив. В поиске мне надо поехать. Зачем надо? Вот опять надо. Вы как будто знаете, вот вы мазохист как будто. Вам не нравится, а вы все-таки себе силу делаете. Для чего? Да, нам очень часто приходится делать то, что нам не предыдущее. Это так. Должна быть цель. Либо есть какая-то цель, либо нет. Так это очень важный момент. Дальше. Так. Эммм. Так. Надо поехать. Остались в машину. Машинка старая. Вечерские проблемы. Ну. Опять же. Здесь у вас такое впечатление, что не совсем адекватное отношение к этому. То есть, к примеру, да, машинка старая. Но либо вам она нравится, либо вы ее используете, либо вы ее принимаете, либо меняете на более новую, либо вы продаете и остаетесь вообще без. То есть, у вас нет отношения к этому. Дальше. Эммм. В итоге мы... Так. Эмм. Так. Дальше. Приезжаю. Вечная проблема с парковкой. Знаете, как сказать. Вечная проблема с парковкой. Эмм. Эмм. Не является проблемой. Потому что... Эмм. 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 Как бы... Является... Эмм. 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 Как бы... Так сказать. Эмм. Эмм. Является... Ну. Уникальной. Надавим ее так. Давайте. Либо... Проблема... Не решается. И это становится... Частью... Эмм... К примеру... Ну. К примеру. Вашей жизни. И если это становится частью вашей жизни... То... Это уже не проблема. Это уже реальность. Если вы понимаете, конечно... О чем... Я... Говорю... Вам. Дальше. Так. Мест нет. Парковщики надоедают деньгами. Дохожу в магазины. Во-первых, одежда по вкусу размера сложно найти. Яку начавый парень. То есть... Ну тут у вас негативная установка. То есть... Похоже на депрессивное состояние. Все продавцы, оценивающие смотрят, строят из себя... Непонятно что. Обычно я покупаю вещи в торговых центрах. Какая вам разница до того, кто что из себя строит? Какая разница, как ведут себя продавцы? И как смотрят на вас они? Какое это отношение имеет к вам? Дальше. Забава кончается. Больше уже не хочешь никуда заходить. Так. Ну опять же. Здесь вы как будто делаете это не для себя, да? А для... Ну... Другого человека. Дальше мы разница выбора. Скучен, не скучен, не интересен. Каждый из этапов этого процесса. Должно все это проходить скучно. Понимаете? Мне скучно, неинтересно проходить со всеми моими знакомыми и даже с девочкой. А... Почему вы считаете, что должно быть по-другому? То есть... Если вам... Если вам скучно и неинтересно проходить этот процесс самому, то почему вы считаете, что должно быть не скучно проходить этот процесс с кем-либо? То есть... Откуда у вас вот идёт такое... Такое... Понимание, такое представление, что... Процесс этот... Э-э... Должен быть с другими людьми... В более весёлым раз. И во-вторых, откуда у вас представление, что кто-то вообще должен вам... облегчать задачу. То есть... Почему вы так считаете? Почему вы так решили? С чего вы так решили? Вот мне кажется, что... На эти вопросы вам нужно найти ответ. Нет. Вам скучно. Потому что... Э-э... Вы... Условных... Ну... Условно говоря... Вот... Условно говоря... Вы... Э-э-э... Значит... Так организовали своё отношение... К... Э-эм... Ситуации. В целом. Поэтому... Поэтому вам... Скучно. Но... Почему-то... Вы... Перекладываете... А-а-а... Ответственность... За это... зато это вам скучно на других людей. То есть вы как будто бы ждете одних, от этих людей, что они вам помогут решить ваши проблемы. Как, с чего они должны помогать, почему они должны вам помогать помогать. Не совсем этот момент для меня и ад. Я очень надеюсь, что вы для себя постарает ответить на эти вопросы, потому что они важны. эти вопросы, которые я задаю. Дальше идем. Так. Значит. Самым интересным собеседником оказывается я сам собой. потому что вы скажем так хорошо слышите себя, вы хорошо слышите себя, но вы плохо слышите других людей. Вы хорошо слышите себя, но вы, как бы так сказать, вы хорошо слышите себя, но вы не выражаете свои чувства искренне, вы не делаете этого, так вот, такого выражения себя, выражения своих чувств вас нет. Дальше, так, тема для разговоров у меня генерируется с разными, но с знакомыми как-то не идет разговор, чего-то не хватает, не хватает общих интересов, не хватает общих интересов, потому что этих самых интересов нет, нет, скорее всего, у вас самого, самого. В итоге, скорее, я помогаю, не я, мне, то есть вы не умеете выстраивать отношения независимые, вы выстраиваете зависимые отношения. Плюс ко всему, вот, ваша помощь, да, оборачивается, ну, чем-то негативным уже для вас, я так полагаю, самого, того, что тоже является, я так подозреваю, серьезной проблемой, то есть вы помогать не хотите, допустим, людям, вот, но помогаете, потому что, а почему? Вот почему вы, собственно, помогаете людям? Для чего, собственно, вы это делаете? То есть как так получается, что вы начинаете помогать? Смотрите, вы, вы и играете по правилам девушки, то есть вы боитесь её обид. То есть по сути речь идёт о том, что вы позволяете ей играть на вашем чувстве вины, получается. Что это? Она играет на вашем чувстве вине. С друзьями вы начинаете, ну, помогать друзьям. Тоже хотелось бы, хотелось бы знать, почему вы это делаете, да? Особенно, если вы помогать друзьям не хотите. Так вот, на эти все вопросы вам необходимо постараться найти ответы. Как я устраиваю отношения с людьми? Почему мои отношения с людьми, значит, приводит вот к таким момент, такой истории, такой позиции. Дальше. Так, другое дело, мы, когда встретимся с друзьями, вместе и пошли, смеёмся, прикалываемся, не доделаем, вещи смотрим, покупаем, всё нормально. То есть, вы предпочитаете, получается, что делать? Вы предпочитаете смешивать одно с другим. Ну, вот. Получается, получается, что вы смешиваете одно с другим. Между делом. Говорите вы. Вот. Между делом, мы убираем вещи. Так, а? Вам-вам-то? Что нужно? По-моему? Вы-то? Чего хотите? Дальше. Так, друзей часто не бывает, встретиться не получается. Один из вами уехал, другого часами ждет, третий рот не закрывает. Ммм. Опять же, непонятно, как у вас при этом получается с ними прикалывать и так дальше, да? Я покупаю здесь обычно по пути, например, целый кого-то, зашёл в магазин и увидел, нормальные вещи купил. Это нормально. А, почему должно быть по-другому? Проблема в том, что иногда нужно именно в какой-то момент быть готовым, готовым к чему? К чему? Есть ли какой-то способ компенсировать эту нехватку компания людей? Ну, в принципе, я сказал, да? Смысл ориентирования на себя и выстраивание адекватных отношений с другими людьми. Вот. и, да, ориентирование на себя, это важно. Дальше. Одному мне не хочется, что? Вам не хочется одному. Дальше. Я уже думал, может быть, придумать себе воображаемого друга и как будто бы с ними идти, но не знаю, есть ли какие-то способы не чувствовать себя одинокими, или как это делать, или как делать. И ладно, да, такие способы есть. Это принять себя. Принять себя полностью и безусловно. А сейчас у вас этого нет. Сейчас вы себя полностью и безусловно не принимаете, к сожалению, совсем. Совсем. Вот. То есть, ну, вот, вот, натурально. От слова «совсем» вы себя не принимаете. Полностью. Таким, какой вы есть. Вот. Одиночество вас тяготит. Вот. И у того, что у вас одиночество тяготит, вот, ну, конечно же, есть свои причины, вот. То есть, есть причины, по которым, по которым, ваше, ваше одиночество вас тяготит. Это, как я уже сказал, э-э-э, ну, достаточно сильно не принять себя, вот. И с этим, мне кажется, нужно вам и работать. Именно из-за того, что вы не можете себя принять. Вам и нужно постоянно что-то, чтобы, ну, грубо говоря, отвлекать, бывав от, опять же, самого себя. Ух ты. Дальше. Э-э-э, мне нужно, э-э-э, скоро открывать дело одно. Так, как же, шить и продавать нижнее бельё. Э-э-э, это уже хорошо, что у вас есть такая идея. Э-э-э, шить и продавать нижнее бельё. Но, мне кажется, мне кажется, э-э, знаете, что, если вы, вот, действительно, этого хотите, то есть, условно говоря, если вам действительно это нужно, то у вас не будет проблем с тем, как это делать. У вас не будет проблем, кто будет это делать. У вас вообще проблем не будет. Но, если вы, э-э-э, не хотите этого делать, или, если вы это делаете для кого-то, ну, потому что надо это делать, то у вас, к сожалению, ничего не получится. И это, э-э-э, в данном случае, нормально. Потому что, э-э, ну, а, извините, э-э-э, как вы устраиваете э-э-э, свою деятельность, как вы позиционируете себя, так и получается. Вот. То есть, это, мне кажется, нормально. Вот здесь. Понимаете, бизнесом, а вы хотите заниматься именно бизнесом, я так понимаю. бизнесом, нужно заниматься только в том случае, если вы уверены, что это ваше. бизнесом, нужно заниматься только в том случае, если у вас есть желание, если у вас есть способность к бизнесу. Именно способность. если этого ничего нет, то бизнес не ваш, и, как бы не было ваше желание заниматься бизнесом, неким таким процессом, если угодно, против, ну, против, допустим, какую-то систему. Очень много, очень много молодых людей, э-э-э, хотят заниматься бизнесом. Для всех, к сожалению, это получается. Э-э, дальше. Все это одному сложно будет сделать. Опять же, что-то вы перечисляете. Будет сложно сделать. Сложно сделать в каком смысле? Физически? Или психологически? Если это сложно сделать психологически, вам? Возникает вопрос. Возникает натуральный вопрос. Надо ли вам тогда это? если вы, ну, если вам сложно это сделать, одном, к примеру. Вот на это, пожалуйста, и обратите свое самое пристальное внимание. Это, еще раз повторю, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Дальше, так, вы пишите как-нибудь, чтобы что, что посоветовать, чтобы любые процессы, я могу сам не скучать, при этом. Глупо говоря, нужна увлеченность, нужна увлеченность, понимаете, нужна увлеченность процессом. У нас увлеченности нет. Вот, соответственно, такая история. Что-то сказал мой коллега про самооценку. Мне кажется, справедливая честь, потому что, может быть, из самооценки, как таковы, у вас все нормально. Вам действительно требуется подверстика, но это, скорее, естественная подверстика. Вот. Поэтому, может быть, у вас проблемы с самооценкой. Может быть. Но я не стал бы вот сейчас, знаете, говорить, что у вас проблемы с самооценкой. Вот. Но это можно было бы... Это можно поиследовать, да, и дойти к выводу, есть ли у вас проблемы с самооценкой или нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.